22 апреля в России и еще 40 странах мира прошел всеобщий тест по истории Великой Отечественной войны. Акция стала международной. Ее участники могли выбрать задания на семи различных языках. В нашем городе тоже нашлись желающие поучаствовать. Тесты решали на русском языке. Площадкой проведения стала третья школа. Подробности в следующем сюжете. Андрей Зупри подает историю в третьей школе. Он ежегодно принимает участие в акции тест по истории Великой Отечественной войны. Тем самым подает пример своим ученикам. Учитель рад, что это мероприятие позволяет и взрослым, и детям проверить себя. Ведь сейчас теме Великой Отечественной войны в школьной программе уделяется порядка трех-четырех уроков. В профильных классах чуть больше – шесть академических часов. Безусловно, польза в этом есть. Это популяризирует сам предмет. Это раз. С другой стороны, это способствует тому, что и подрастающее поколение, и взрослые люди больше интересуются своей историей. Они, может быть, накануне начинают что-то повторять. Впервые за многие годы. В городе Семилистинец проверить свои знания решили 74 лабытнанца. Самому юному участнику теста 13 лет, а старшему – 66. Проверить свои силы – это всегда интересно. Тем более, по истории. Важно знать историю нашей страны. Это важно для того, чтобы не забывать, помнить всегда о подвигах и даты все значимые. Важные даты, имена героев и выдающихся личностей того периода, кодовые названия операций – все это нужно знать. В этом случае знания помогут набрать максимальное количество баллов – 30. Столько и вопросов в тематическом тесте. Выбрать надо было один вариант из четырех. Задания охватывают начало Второй мировой войны и весь период Великой Отечественной. Сейчас участились попытки переписать историю, переинтерпретировать события героев той же Великой Отечественной войны. Поэтому, конечно, мы должны с вами это все знать, учить, для того, чтобы правильно строить будущее, нашу жизнь. Уже сегодня каждый участник акции может узнать свой результат на сайте Лабытнанского управления образования. Альмира Новоселова, Григорий Волков. Программа «Время местное».